4 страны, 34 региона России, более 100 школ, десятки тысяч школьников-участников и почти миллион зрителей. Компания Mail.ru Group организовала впечатляющий своими масштабами День IT-знаний. Специалисты разных направлений, работающие в Mail.ru Group, поехали в свои родные города и провели встречи с учениками школ, в которых сами когда-то учились. Мне понравилось то, как нам рассказали про разнообразные профессии, которые будут популярны в будущем и которые, возможно, даже исчезнут в будущем. Это все за один день делали наши сотрудники для того, чтобы в нашей стране через, может быть, поколение, может быть, чуть раньше, появилось еще больше IT-специалистов, еще больше тех людей, которые занимаются развитием IT-технологий, которые применяют и внедряют их. Параллельно сотрудники компании Mail.ru провели многочасовой прямой эфир. Вместе с известными российскими гениями IT-индустрии они обсуждали возможности современной молодежи в развитии искусственного интеллекта, а также раскрывали секреты достижения успеха в новых IT-профессиях. В IT можно прийти абсолютно разным способом, но желательно действительно к этому направлению, особенно молодым ребятам прийти, потому что это интересно. Будут профессии, которых сейчас нет. Есть сейчас профессии, там специалист по анализу данных. А я когда учился в школе, я даже и не мог подумать, что такая профессия появится. Если говорить, собственно, про конкретные рекомендации, да, ищите программу стажировок, ну, естественно, выбирайте интересные компании, где много интересных, талантливых ребят, с которыми можно пообщаться. Отправил бы даже своего ребенка учиться на программистов, потому что, ну, реально сейчас талантливого разработчика, который умеет кодить и делать какие-то крутые вещи, просто с ногами и руками от рук. Это получилась такая синергетичная история для всей компании, когда объединились вот для одной задачи очень разные ребята разных возрастов, разных профессий, которые внутри нашей компании есть, и поехали в один день, сделали вот это одно дело общее. Это прям крутая история.